всем привет с вами канал красота из мелочей и сегодня разберем как сделать себе подмышечные впадины с помощью сахара да это именно сахар многие в прошлом видео спрашивали выглядит как воск азулен и так что нам нужно для процедуры сам сахар именно картридж я в этот раз покажу полоски для депиляции они также есть разного вида несколько раз уже спрашивали вот эти полоски они как ткань более плотные такие полоски вот они практически прозрачные на них есть перфорация девчонки выбирайте сами они практически одинаковые в использовании обязательно оставлю все ссылочки на материал также ватные диски тальк перчатки те кто привык делать в перчатках либо просто моем обрабатываем ручки делаем сами себе если делаем клиенту обязательно одеваем одноразовые перчатки также сахар нам необходимо разогреть в этом видео я разогрею с помощью воскоплава обычного для картриджа как разогреть по-другому сахар в картридже смотрите видео переходя по ссылке в правом верхнем углу также нам необходимо обработать кожу до процедуры и после если у вас нет профессиональных средств можно использовать обычный без спиртовой раствор хлоргексидина девчонки многие из вас задают вопросы по поводу нагрева картриджа каким образом понять что картридж нагрелся его можно использовать сейчас у меня картридж лежал на столе и сахар немножко начинает стекать если мы правильно будем хранить картридж стоя чтобы у нас ничего под крышку под ролик не затекало то достаточно плотная паста и она практически не шевелится по самому картриджу внутри поэтому для тех кого обычный воскоплав как у меня только есть индикатор нагрева нет температурного режима я обычно вставляю картридж не до конца чтобы у нас не было потом проблем вытащить его оттуда начинаю нагрев сахар в картридже начинает работать только тогда когда он сможет вытекать в этот ролик обязательно проверяйте чтоб ролик у вас крутился там ничего не застревало не залипало иначе во первых вам будет больно наносить во вторых вам придется очень сильно нажимать на кожу чтобы сахар все-таки попал на нее и начал свое действие поэтому обязательно проверяйте дееспособность роликом я обычно засекаю время минут 10 но имейте ввиду необходимо будет вынимать периодически картридж и проверять вот таким образом просто небольшим наклоном то есть если сахар не вытекает у картридж не готов к использованию обязательно нужно чтобы он вытекал и так я готовлю сахар к использованию для вас это время пробежит еще быстрее и начнем процедуру ну вот картридж наш разогрелся можно проверить наклоняем и сахар вытекает поэтому можно начать процедуру для начала нам нужно обработать зону депиляции с помощью профессиональных средств либо обычного хлоргексидина без спиртового раствора во избежание вопросов сразу скажу что да волос много специально растила как обычно для своих видео для того чтобы вы действительно видели что волосы убираются далее мы используем тальк присыпку пудру мука крахмалов если кто не смотрел видео по поводу использования присыпки и других средств обязательно переходите по ссылочке вправо в верхнем углу и так используем картридж если мы посмотрим на него сбоку то вот эта сторона она более круглая вот ей и нужно работать поворачиваем картридж сахар стекает сахар мы наносим против роста волос снимать будем по росту девчонки я обычно делаю себе частями чтобы было удобно именно производить срыв сначала нижнюю часть а потом буду переходить все выше и выше вот уже видно что сахар есть на наши подмышечки наносим второй слой если есть в этом необходимость нам нужно чтобы все волоски попали в зону сахара опять будет много комментариев по поводу того что это больно девчонки это неприятно но это абсолютно можно пережить и так взяли полосочку можно делать меньшими площадями чем намазаны ничего страшного потом мы это все дело уберем зато удобнее будет самой себе делать прилепили по хорошему не забывайте оставлять хвостик для срыва натягиваем всегда кожу иначе у нас будут заломы синяки и кровоподтеки вот здесь у меня заканчивается сахар я беру прямо под ним оттягиваю вниз полосочку и буду срывать наверх вот таким образом волосы у нас остается на полоске можно использовать эту же полосочку загнуть там где был сахар и доделать маленький вот этот кусочек прижимаем плотно не боимся нажимать ну конечно не нужно делать себе синяки оттягиваем и наверх оттягиваем и оттягиваем и Вот так. Такого картриджа, девчонки, обычно хватает на очень много процедур, именно если используют только на подмышечные впадины. А для тех, кто у нас самые экономные, можно наливать туда собственный сахар. Как его сделать, обязательно смотрите на моем канале. Все, у меня зачистка волосков буквально единичных, которые я не увидела, так как в камеру делать не очень удобно. Сразу скажу, нужно зеркало иметь перед собой. Все протираем. Многие пишут по поводу раздражения. Девчонки, естественно, кожа нежная, может быть покраснение. Если вы правильно натягиваете кожу, данное покраснение – это обычная реакция кожи, которая пройдет через полчаса, у кого-то минут через 15, у кого-то через час-два. У всех по-разному, так как мы с вами индивидуальности. Те, кто плохо натянули кожу, будут заломы, кровоподтеки, могут быть синячки. Они, конечно, дольше проходят, но в следующий раз имейте в виду, что вам хорошо надо натягивать кожу. Вот такой результат у нас получился. Можно нанести средство после депиляции. Это успокаивающее молочко, чтобы кожа зажила чуть быстрее. Можно ничего не использовать. Главное, в первые сутки не использовать дезодоранты. Любые, спиртовые, беспиртовые, они вызовут только раздражение. И да, девчонки, обязательно пишите в комментариях, какой вы используете способ для депиляции подмышечных впадин. А на этом все. Хорошего вам дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok